Устраивал ли имам Хусейн али салам восстание и революции против своих убийц? Если устраивал, то какие исторические факты вы можете привести? Верно ли, что восстанием является цель захватить власть или оно подразумевает под собой другое определение? Итак, начнем с того, что вообще есть восстание. Восстание – это попытка свергнуть власть. Действия нацелены на свержение власти. И, насколько я понимаю, оно более широкое, чем захват власти. Потому что свержение власти может быть как с целью захвата власти, так и без цели захватить власть. Это что касается того, что означает восстание. А теперь по поводу того, поднимал ли его святлость имам Хусейн али салам восстание и революцию. В речах его святлости имам Хусейн али салам имеется ясное указание на это. Его святлость имам Хусейн али салам в одной из своих речей сказал «Иннама харачту литалабель ислахи фи уммати джадди». Харачту является аналогом восстания. Слово харачту используется в тех случаях, когда человек совершает восстание против власти, например. Имам Хусейн али салам говорит, что «Иннама харачту», что я поднял восстание для того, чтобы потребовать исправления в умме моего деда. Но при этом необходимо заметить, что восстание имам Хусейн али салам было направлено не только против какой-то определенной личности. Его восстание является более многогранным, более глубоким, более обширным явлением, чем просто восстание и революция против какой-то определенной власти или какого-то определенного человека. Это восстание против определенных ценностей, против определенных идеалов в первую очередь. Хотя, конечно же, имам Хусейн али салам восстал в том числе и против определенного человека, какой он был езид. И это явствует из другой речи его светлости, имам Хусейн али салам, в которой его светлость изволила сказать «Аляль-Ислам-Ис-салам, идаа قадбулият л-умма-ту-бира-ин-митли-ядид». Имам Хусейн али салам изволил сказать, что необходимо попрощаться с исламом, если во главе исламской общины станет такой руководитель, как езид. То есть здесь восстание было как определенного человека, так и против ценностей, ибо езид – это не какая-то просто определенная личность, это человек, который исповедовал определенные ценности и идеалы. Именно поэтому имам Хусейн али салам говорит, что человек подобный, как езид. Кто бы не пришел к власти с такими идеалами и ценностями, как езид, имам Хусейн али салам поднял бы восстание против этого. Это, с одной точки зрения, это один исторический факт, который свидетельствует о том, что имам Хусейн али салам поднял восстание и революцию. Но есть и другой исторический факт. Как мы все прекрасно знаем, его святыз – имам Хусейн али салам, когда получил письма от куфийцев, его светлость отправил в Куфу, его светлость – муслим и бен Акида. И муслим и бен Акиль должен был совершить две миссии. На него возложено было две миссии. С одной стороны, подтвердить, на самом ли деле куфийцы полны решимости встать за спиной имам Хусейн али салам, принять его в качестве своего руководителя и правителя. И муслим, отправившись в куфу, выяснил это и написал письмо имам Хусейн али салам со следующим содержанием, что да, они готовы, приезжай, приезжай вы, они готовы стать под твое руководство, приезжай. И помимо этого, говорится о том, что муслим и бен Акиль взял присягу куфийцев. То есть, куфийцы присягали муслиму и бен Акилю. То есть, как наместнику имама Хусейна али салам, как посланнику имама Хусейна али салам. То есть, они присягали через муслиму и бен Акиля, присягали его светлости. имам Хусейн, алейсалат ва салам. И здесь в исторических документах фигурируют разные цифры. В некоторых говорится, что 12 тысяч человек присягнуло муслиму. В других наибольшая цифра – это 30 тысяч. То есть от 12 до 30 тысяч человек присягнуло муслиму ибн Акилю. То есть что это, если не восстание? Принятие присяги у людей. Что это, кроме как восстание, революция и захват власти, попытка отнять власть у езида, взять власть в свои руки. Что это еще? Конечно же, совершенно очевидно, что это самое что ни на есть – революция и восстание. Поэтому если кто-то говорит, что имам Хусейн, алейсалат ва салам не намеревался взять власть в свои руки, то это человек невежда. Почему? Потому что исторические факты свидетельствуют яснейшим образом об обратном. В частности, это присяга куфийцев, имам Хусейн, алейсалат ва салам, через муслима. И помимо этого, зачем имам Хусейн, алейсалат ва салам, отправился в Куфу, в сторону Куфы? Зачем он туда направился? Куфийцы приглашали его в качестве своего правителя и своего амира, в качестве своего руководителя. И имам Хусейн, алейсалат ва салам, отправившись туда, уже принял, принял эту ответственность на себя. Поэтому совершенно очевидно, что имам Хусейн, алейсалат ва салам поднял восстание. Но при этом необходимо заметить, что, как я говорил ранее, восстание имам Хусейн, алейсалат ва салам, его революция, является намного более глубоким явлением, намного более многогранным явлением. И поэтому все то, что мы сказали, это всего лишь одна сторона того, что сделал имам Хусейн, алейсалат ва салам. Это всего лишь... То есть это немножко такой, даже более поверхностный. То есть если углубиться, то... То, что сделал имам Хусейн, алейсалат ва салам, нельзя описать тем, что мы сказали. Намного все было многограннее, намного все было глубже. В некоторых передачах мы некоторые грани, некоторые проявления восстания имам Хусейн, алейсалат ва салам, мы разъяснили. И эти передачи имеются у нас на канале Доводы на Ютубе. Если есть желание более подробно ознакомиться вообще, что из себя представляло восстание и революция имам Хусейн, алейсалат ва салам, то обратитесь к этим передачам. Продолжение следует... Продолжение следует...